господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 782 события дня эпиграф евангелие от мотфея 24 глава 4 стих иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прельстил вас точки три точки это означает незаконченное предложение стих но больше в названии не пропускает система это за 3 февраля 2018 года но сегодня у нас уже 4 поэтому за прошлый и так поехали владимир уважаемый игнатий тихонович возвращаюсь прежней своей мысли убеждению гений это вы игнатий тихонович они прости господи солженицын если этого человека пиарили и вкладывали деньги в его раскрутку враги нашей россии то вы человек честный строгий справедливый прошедший многие тюрьмы и истинно проповедующий православие и процветание нашей родины здоровья вам игнатий тихонович и всем вашим близким друзьям по общине храни вас господь мир вам обнимаю владимир даже обнимает вот не знает и обнимает это голубь и просыпается есть хорошее выражение не надо очаровываться не будешь разочаровываться речь идет о солженицына это я повторяю герой и гений меня в университетах когда спрашивали на занятие и спрашивали искать ну а что все-таки послужило крушением такого монстра как союз советские империя зла лжи не гитлер никто не мог победить друг рухнула и все я говорю две вещи это гласность и перестройка этому перестройка а гласность это архипелагу лаг солженицына вот два гения на на тут наоборот что солженицын до горбачев то в чем тут это то и одно варенье как генерал армии говорил вот говорит три часа и и журналист об этом говорит и не знаешь о чем говорил и вот обманул 18 миллионов у него было только партийных да к его и простые люди поддерживали мне лично говорили ну те были такие там за ними машина скорой помощи реанимационная ходила как за ворошилом едет куда и за ним машина едет но этот молодой пришел теперь у нас все по-другому будет теперь гласность это стиль нашей жизни социализм с человеческим лицом а там чудище вылезло и вот он сюда заговорить он последнего обманул и говорит за 2000 лет не такого не было обмана последнего коммуниста по спине похлопал его от столкнул и сам будущий коммунист вот в чем дело то а гениальность мне надо даже какая усложненец а вот его раскручивали раскручивали потерь по тюрьму по арестам по этапам да он от войны был отвину интересно капитан батареи его теперь арестовывает в конце войны месяц осталось до конца и он бы от войны отходил просто говорите не знаете о чем я чё тут буду доказывать он рассказал что там в тюрьме и как он не сильно помог этим повторяю настаиваю это гений и биографию жизни его невозможно повторить меня интересно привозят корченский сельсовет я только вышел а там мужики сидят курят у сестра этого солженицына привезли нам сегодня мне не раз это говорили но в моей биографии есть очень много довольно схожего с ним никакой нобелевской премии меня не было высылки не было но в другом по отношению к жизни то есть микроскопическая похожесть есть а он воспринимается мною как мирской деятель нерелигиозный он в рождении слышали нигде не видно что он имел он заботился с сбережение русского народа профсоюзах а родине но это патриот высшей степени лауреат нобелевской премии плюс дальше а тебе два ролика вчера я выставил я сейчас могу даже пока показать что-то 2 выскочила счет такое 2 то зачем это видимо вот это вот даже я не понял чего ради то 2 новое сообщение это вот два ролика 1 и 2 ну там видимо видео разорвали номер так так вот римлян 13 4 он скобках начальник не напрасно носит меч роману малышу это было 1 февраля собрание идет но собрание вот первое сейчас его можно даже показать что это номер 2 749 и номер 1 тысяч номер 1 это больше это вчера поставил то я сколько тут время прошло сейчас глянем и я прямо беру это прошло непонятно 11 часов назад тысячу 207 правильно говорю нет да ну вот и вот на это пошли отзывы вот я сейчас толкну его вот и дальше идут отзывы маленько там добавь чтобы это не прошло вот собрание тут идет я сейчас могу даже показать я напомню вам беседу что я поминаю подряд да я там никогда не скрывал по громче вы его в суд не поминать очень слух поминал но это так и теперь показать вот они идут вот выжить вот тут такого не было так ну прочитай что тут говорят отзывы какие если матерки есть но я не виноват я просто не посмотрел это ночью ставили добрый плотник жалко душу который обманул лукавый но вырезать опухоль придется как бы больно не было александр фаза этот хохол во мозги потрепет анска хасанов ведет себя как бес весь изворачивается злится на месте ровно не сидит терпения нет заблудился дурачок глупый еще совсем как ребенок дальше барба сол у романа крыша поехала по ходу ему все мерещится это по ходу говорит это выражение такое по ходу лучик света мне бы хотелось услышать мнение игнатия тихоныча очень жаль что его не было а по роману решил он вам нервы потрепать самое лучшее решение для таких людей вообще его игнорировать это для него самое большое наказание ну как-то и на игнорировать уже никак это не нельзя никак игнорировать он сидит по неделе не не вылазит из этого из контейнеров контейнеры живет там вот моего домика протянул себе электричество и там сидит часто включу и на этом все засохло в один день но мое мнение какое если бы я там были сегодня скажу сегодня у нас собрание бой сегодня у нас день посвященный прославление бога что дал нам возможность выйти в интернет день сайта называется первое воскресенье февраля я скажу свое мнение тут лучик света своим именем отчеством пишите 9 часов назад так дальше галина деттер вы вообще кого пригрели срочно с ним разобраться и как показать ответ тут еще что говорит вася карась этот роман ума отсталый чушь несет вот видишь как я говорю что я не выбирал ничего просто встал это за ночь вчера то не было этих отзывов еще вот 8 часов назад видно что мы спали дальше алекс гунин срочно звоните 02 если отказывается от показа паспорта и в 03 для общего освидетельствования психики иначе будет беда все одинаково говорят то что показать ответ ответ какой так лабус 8608 роман дуй на свою свою украину пока тобой не занялись правоохранительные органы ты далеко от бога потеряй девцем не надо эти проблемы с тобой а старости впредь будет наукой положено человеку по дорегистрироваться регистрируйте да тут главное моя вина то он приехал то в лагере был и это посчитал что как-то так было тут и гости приезжали я думаю в лагере он приехал как бы в лагерь еще неизвестно было останется не останется поэтому туда его и послали в деревню то а в лагерном этом журнале то может быть и записано лабус пишет роман срочно посети психиатра болезнь явно прогрессирует а я скажу согласен полностью вы не болезнь это болезнь это одержимость бесовская демон у него дух лжи был мне это господь показал когда первые дни он приехал только я ему об этом говорил сразу же у нас ролики сохранились дальше евгений трав евьюджин тропко написано 1 тимофея 36 не должен быть из новообращенных чтобы не возгордился не подпал суждению с дьяволом дальше роман не был испытан вами при принятии его вашу общину и церковь потеряевки оказался в числе новообращенных не испытанных духовно да сколь роман от того что был стадии новообращенных малоизвестный то есть не испытанный духовно возгордился не принимая соборного решения и совета общины и подпал вас судь по осуждению абсолютно правильно это тропко евгений из иерусалима вот откуда отзывы пошли дальше надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних чтобы не впасть в нарекания и все дьявольскую 1 тимофея 37 надлежало иметь роману перед въездом потеряевку доброе свидетельство от внешних не от кого от кого у него на развелся значит женой у нее непорядок разведенный не как то так короче она с ними поедет сын и сын с ним никак и мать и мать с ним никак то есть таким характером теперь уже понятно почему но мы не стали вникать личная жизнь человека у нас был такой тут приезжал он геннадий потом покрестился гавриил дети все враги все враги и с этим и уехал да главное начал пить в траву лег а батюшка ехал и чуть не задавил его в траве прямо за вышел за деревню и лег а заросшие тропе дороги то были дальше во первых от жены близких родственников и друзей никого нельзя связаться не могли мы этого сделать и это доброе свидетельство желательно надо было засвидетельствовать по скайпу в беседе с игнатием тихонович да было я выставил тут первая беседа мы беседовали говорили он все согласен а как издалека то узнать то но не было такого человека активного как он он и уедет это я не жилец там его увезут или что но от него осталось там была такая куртинка как в деревне тополя там жили люди бунеева уехали большие огромные тополя и туда никто не совался эта работа большая и он один повалил их распилил и все проще это даже ни один туда не совался он вместо взялся и расчистил даже поверить не мог я что это сделает он сделал и нынче вот летом были там сваи заострять привезти отвезти там на другой машине он будет но лучше некуда у нас такие близкие отношения были с ним просто близкие я был рядом с ним и видим это его сдерживала тут и два варианта говорят что за страны специально подготовленной разрушить изнутри намеки на это есть вдруг появляются люди вам все колеса и туда привезти ему говорят то есть роман на время наступило вроде бы колеса привезти то есть майдан устроить жечь покрышки теперь нам расшифровали что говорят то есть тут идут переговоры у меня эти данные есть там какой-то дон ли чьи этого такое скрывается где-то ну беда просто большая дальше а теперь узнать от внешних что нет романе малышей никакого порока и лукавства а теперь роман малыш имеет худое свидетельство от общины корот который толкает его в нарекании сеть дьявольскую все эти дьявольской он сидит александр никитин я так понимаю приехал в страну чти законы этой страны что-то не нравится канай на украину говоря не смог не смотрелся он потеряевки скрывал свою настоящую сущность вот ищем делать вот я очень уже много слушаю вот это но похоже так а тут хохлядское прорвало вот так канай на украину там где плоскоземельщики все обитают думаю игнатий тихоныч поставил бы его на место для романа все русское чуждо пусть ели к себе на родину растут все не по его да не по его и так боярский иван работа в некоторых единичных а подождите это много и притом это ну ладно я перенес туда давай в городе удобнее будет отсюда я я ворь это посчитаю смотрите тут много трудно считать и не видно дальше что сделать нужно срочно депортировать пишет геннадий кушни всякая душа добудет покорно высшим властям это записывать батюшка засчитывал ибо нет власти не от бога существующие же власти от бога установлены посему противящиеся власти противится божию установлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение римлянам 13 вот он на меня как игнатий что скажет и там вы все слушаетесь это авторитет авторитет который строится всю жизнь да разве это плохо или у меня было с такими судился и то же самое говорили а там был эксперт вызван он даже в энциклопедии наук есть директор 68 школа кажется торшин виктор яковлевич он говорит это же и там про ректора об этом что сказал игнатий тихонов еще сколько лет я пришлось это авторитет это разве плохо даже без авторитета нет ни выбора не президента ничего нигде упрекают авторитетом сидят люди свободные где бы ни было я зазомбирал интересно я еще вспоминаю один из самых строгих архиереев за рубежом был и архиепископ антоний синкевич он там в иерусалиме миссией руководил и прочее мы с ним гуляли вместе не раз и вдруг он пошел и всю наличность что у него было там но не так и много денег в америке в америке все снял и мне отдал а у кого мы были ты на квартире он болел в это время выздоравливал это в аварию попал что ли и они готовы отдал да у него зимой снега не выпросишь то вот я говорю отдал пошел и снял сберкнижки или как там банковский счет и мне сразу выписали вот такое дело зазомбировал и его оказывается и митрополита виталия во время выступления он соскакивал быстро сходил на закапитру брал у меня микрофон и говорю вот я об этом же говорил наконец-то вы услышали вот видишь как глупости всякие с почти такой зомби не знают зазомбировал сначала посмотрите что слово означает ну ладно я это показал теперь смотри теперь я сверну это и иван боярский говорит так продублирую свой комментарий первой части и здесь очень важно чтобы роман увидел роман в некоторых единичных высказываниях говорит конечно правду матку и так она есть я не про плоскую землю если что он ведет себя сейчас просто но 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 ведет себя сейчас просто ужасно как маленькие горды и обиженный ребенок ранее я был не согласен со случаем как с ним беседовал никита хоть роман и не прав тоже тогда был но роман тогда хотя бы общался конструктивно и культурно в отличие от быковских выпадов от никиты как никита как бык но сейчас себя ведет уже роман как бык и никита они бык и никита это просто святой по сравнению с него как роман видно умен и подкован на язык и есть уверенный стержень но настолько потерялся в идеологии и адекватности происходящего что эти же черты характера его разрушается теперь его разрушает самого не его дело только его изнутри разрушает считает что теперь что весь мир то весь мир к нему враждебен и не может трезво оценить простой вопрос и просьбу роман если ты это будешь читать пойми остуде разум именно в данном случае то что тебе говорил святой отец или как там у вас называется то что то что за столом сидел форме он был сто процентов человечнее очень мудр и снисходителен у тебя отец айким сидел брат мой на 5 лет моложе меня ему 73 года у тебя просто накрученное состояние которое превратилось уже в паранойю данном случае когда ты говоришь про игнатия тихоновича что это он мол дал указание тебя выжить он может и дал указание и по нему действия это разворачивается но в твоем случае не с целью тебя выжить хотели бы выжить за один день бы это сделали бы абсолютно правильно наоборот ты во многом оказался полезным общине и нужным а целью вернуть к адекватности и самое главное общему согласию от слова община ведь ты захотел здесь жить они они тебя силком туда затащили и мучают поэтому имей ты уважение к людям отключи свою враждебность и как нет это без без демон это не он делает это сатана сатана в человеке я ему сказал с первые дни это тебе наоборот дали шанс реабилитироваться найти общее согласие а ты грубишь и просто адекватно никого не слышишь удивлен что тебя еще терпят видимо много добрых дел таки сделал раз дают настолько долго и еще шансы если по твоему мнению все они такие плохие лжицы лицемеры так далее зачем ты там живешь только не говори что тебе этот путь господь показал хотя может действительно и показал но тогда чтобы ты как раз и справился благодаря им и видно в тебе есть потенциал и видимо игнатий тихон еще его увидел растерпят сейчас все это ты либо уважай людей общину либо не разрушай а иди своей дорогой дальше там где тебе понятнее и ближе абсолютно правильно ты бы еще привыкнул пятидесятника в общину и стал навязывать их вразумлять поселился бы насильно хамил и оправдывал все это миссии и божией и почему все от бога все от бога ему бог показал все доводы что тебе приводили верны на земле есть свои законы и чтобы были условия тут сохранить максимально свою идеологию это община над этим и старается играя насколько это не противоречит им по общим правилам поэтому либо регистрируй землю а то принесешь и себе проблем на будущее и общине и общине главное вот что делать как баран продолжать стоять на своем печать 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 антихриста но тогда не забудь сжечь свои права и машину на которой ты едешь ездишь ноутбук телефон интернет вот что значит на сжечь ему надо машина права ноутбук телефон интернет дальше в этих делах антихриста тысяча раз больше чем в паспорте и регистрационных документов на землю ты сам в этом плане очень большой лицемер получаешься ну вот так сто пудов ромка прекрати безобразничать игнатий тихоныч сыпьте ему крапивы жгучий зимой где крапиву ты возьмешь рома брось ты это хороший ты мужик возвращайся к братьям возвращайся то есть его уже нету петро пайли да роман вернись братьям как у тебя регистрация кончится они тебя сдадут и ручкой помахают какая регистрация у нее нет ничего он просто приехал у нее ничего нет и совершенно ничего алекс гунин святая русь роман малыш говорит правду верьте ему могут доказательства выслать вам вот какая святая русь что такое какие доказательства ничего нет это треп один он его не знает он докажет тролли троллит называется бесенята александр никитин гоните вас потерявки или быть беде абсолютно правильно через такого многие пострадают и душой и телом я это чувствую дальше иван боярский еще появилась идея может роман засланный агент которого долго готовили подковали внедряли и в итоге все сделано с целью дестабилизации местной общины разложение и изнутри посею смуту сомнения и так далее даже мысли такую допускал ну не знаю я был с ним у меня мысль такая даже близко не возникало настолько он нужный был безотказный прямо не могу говорить насколько он нужен который уже алис потерявка и уехали как будто их и не было а этот рядом здесь я смотрю это совершенно другой человек при изменился в течение одной недели это конечно же уже шучу но в жизни такое тоже имеет место быть да просто всякие уже идеи рождаются от непонимания абсурдности и резкого неадекватного поведения от романа алекс гунин он не мученик православия а мученик психиатрического лечения здорово галина в леска мир вашему дому и дорогой гнатий тихоныч погружаясь ваши с братьями ролики масонстве пока прослушиваю второй раз с ручкой тетрадкой на благовестие с широким кругозором благодарю за труды свое время у меня был интерес по этой теме приходилось многие источники штудировать а ваш труд как всегда полон строен и интересен все в одном месте м1 м5 называлась у меня я 14 лет отдал этой теме меня судили это в обвинении было что как будет дальше именно будущее было показано я проштудировал всю дореволюционную литературу сколько только возможно было достать советскую и зарубежную чувствуется горящие верой большие еврейские очи но будет в этих потухших очах великое потрясение во второе христово пришествие поэтому намного полнее восприятие этой темы помню в первые годы власти на этом думаю это владимир владимирович путин вокруг кремля изрыто было много археологами даже брусчатку на красной площади поднимали избавлялись или наоборот струли террористические антиправительственные подземные ходы как вы вновь правы что там только надо молиться за аврамова семя господи дарю мир израилю к своим пришел и они его не признали сколько им постоянно приходится думать и делать для своего будущего государя избавителя какой титанический труд и накал ворочает целыми империями муравьи отдыхают и надо богу это только для их полного и ошибочного и сокрушающего разочарования когда христос поразит лжеца и уже навсегда интересно женщина мыслит как она такие умудренные мудрецы а главу 53 своего иудейского пророка исаи опускают да предложение возникло только все ваши наработки новое открытие молитвы мысли и изречения и так далее собрать и отделить а то вы часто говорите что ничего не дали нового а только следуйте уже написанному до вас то есть выделить то чего нет ваших книгах как наследие потомкам пока как игнатия тихоновича лапкина а после как вас назовут спаси христос как этот священник один выступил и говорит вот вы нападаете ну поверьте пройдет пятьдесят его канонизирует что ненужное выкинуто да нет говорит не пятьдесят лет десять пройдет говорит уже все будет по-другому я не а канонизации я ее не признаю вообще то есть есть она но я говорю это неправильно нельзя это 1 коринфам 4 5 не судите никак прежне времени доколе не придет господь я светит сокрытая во мраке но этого еще не пришел господь нету и поэтому не анафеме не канонизации не должно быть так дальше юрий соболев интересные воспоминания кавычки открыты из воспоминаний патриарха московского пимена кавычки из веков фамилия его вот меня часто обвиняют в том что я будто бы сотрудничал советской власти ну да за что же три ордена красного знамени дали то а я хочу спросить обвиняющих а почему судите я что доносы на кого-то писал комментарии кстати им ленинам издавал с орденом красной звезды по коридорам патриархии ходил но не ходил давайте начнем так говорить доносы на кого-то писал не знаем а без этого тебя бы не взяли не писал доносы говорил другие писали 5 на патриарший пост при коммунистах еще смеяться то меня даже близко к семинаре не подпускали нигде все в движение приходило комментарии кстати им ленина издавал ну зачем говорит сказать нельзя было подумать нельзя было я написал только все катарине подумайте как вилл владимир ленин коварный ленин об этих душегубках предсказал о кинотеатрах сразу все это засекли у меня все отняли по тюрьму по этапам не делал этого что говоришь вот это и мог сказать еще другое что сапоги не чистил сталина там брежневу ну еще что-нибудь придумать такое в одной столовой с ними не обедал другое есть ты не учил как должно не проповедовал боялся вот и все ошибки признает за мою жизнь я допустил всего три ключевых ошибки сам за 3 ключевых ошибки то три и ни одна из них не связана напрямую с советской властью первая ошибка это когда я в 15 лет по острых принял монашество подростковом возрасте не может научить ровно ничему но первую очередь рукоположение пострижение все это с нарушением норм и правил мы это видим то уже антиканонично подряд идет с помощью советской власти поставлен антиканонично то есть по антиканону ты не патриарх никакой просто господин из веков и идея работать в обоз но вот так случилось да да я помню все эти примеры и святоотеческой литературы об они притечи серге радонежском но я не такой как они не до них далеко в итоге молодости нормальной с книгами театром кинематографом у меня не было а в двадцатый двадцатый были богаты на это дело короче говоря многое пропустил вторая ошибка это когда я был вынужден служить советской армии если бы капелланом то и ладно а то уж приходилось и оружие в руках держать а шла великая отечественная и третья ошибка это самое сложное после войны 46 меня подозначили штатным священником благовещенский собор в муроме и был у меня дьякон до революционной закалки старик 1870 годов рождения отец евграфии силуэтов службу служил невнятно постоянно опаздывал то еще и был толстый сам не понимаю как он в те годы умудрялся и колбасу доставать и сыр и консервы да как в приемных кгб там все это уже готово для вас было закладывали и все это говорили очень хорошо об этом говорит невзоров александр у него там дед или кто был генерал кгб и он маленький сидел и все это видел я ему раз замечание сделал второй никакого результата а мне ж только 36 молодой еще реформ хочется рвения много пошел я к отсуде в графе домой поговорить с ним по семейному в присутствии его значит дорожайшие супруги прихожу мне нам наливают стакан чай подает печенье галетное первый сорт такой я только сорок четвертом ел когда красная армия прорвала чехословацкий фронт и нас начали чуточку лучше кормить чтобы мы не сильно на европейские радости нас засматривались ну я начинаю так и так внят не произносите возгласы не опаздывайте сбросьте лишний вес цитирую игнатия брянчанинова феофана затворника что-то там из беседы серафима саровского с мотовиловым отец дьякон слушает внимательно потом говорит а вот вы отец пимен сами себе противоречите вы меня значит от сами стращаете а я сам в молодости прислуживал преподобную никону оптинска я от него знаю как должен себя вести то есть опаздывать можно было невнятно говорить ну и получать там и спец столовой кгбовской галеты эти главное говорил мне преподобный никон не возгласы и не живот а понимание того что дать тарелку горячего супа голодному это благодатно а по четыре часа на дню читать псалтыр в стену это путь психиатрическую лечебницу болезненный был для меня урок но я за него очень благодарен от суде в графию вот это вся ошибка его большая что они проповедовал не шел на благовестия все дела были проданы шагу не делали без нквд это он еще не берет не берет новиков сергей пишет фильме златоуст из потеряевки обрыв на полусловие нет конца у меня отключается говорим раз интернет отключился я нашел восстановил восстановил его кроме того поправил размер кадра вместо 5 4 должно 4 к 3 и увеличил до full hd 1080 добавил четкости улучшение конечно не особо заметное но все же есть если решить разместить то не пережимайте а дайте вместе с прочим материалом на закачку в администрацию так как размер довольно большой получился 3,3 гигабайта еще раз ничего пережимать не нужно вот ссылка на скачку вот такого ресурса не яндекс диска значит и сергей гнатов христос посреди нас есть и будет хорошее сравнение евангелия с солью которая предохраняет органическое тело от гниения но оно слово божие приправленная солью еще и оживляет подвергнутые гниению человеческие души христос пришел чтобы спасти погибшие души народа израиля однако находятся сектанты еретики которые читая библию провозглашая свою искреннюю веру в бога все равно увлекается чуждыми ему учениями и толкованиями обвиняя при этом истинно православных христиан еретических заблуждениях за примерами далеко ходить не надо это наш заблудший роман малыш и тролль метрофан грек эллин суждение которых в нашем сообществе вызывали острую дискуссию и вибрацию нашего христового тела поэтому их изоляция из нашей православной среды притвор где можно слышать слово божие но не толковать его своим поврежденным умом мера вынужденная и необходимое сергей пупков как руководитель на наших занятиях принял единственно правильное решение и никто против этого не возражал но метрофан грек этого не понял его подавать трибуну чтобы он вещал свое слово обличение каких-то мнимых еретических заблуждениях о мощах святых и о символе веры об исхождении святого духа которые он и роман малыш у нашего наставника во христе исповедника православной веры игнатия тихоновича лапкина они мол хотят открыть наши глаза на правду и отвратить нас от лжеучителей да это же нападение бесов на словесное стадо христова который охраняет отец и уаким его брат во христе и по плоти метрофан и роман малыш стали орудием сатаны которого они приняли по своему волеизъявлению заявляя что никто из моих учителей серафим роуз андрей кураев и гнати брянчанинов и другие православной вере как живых так и умерших по плоти но не у бога не пробудил во мне дар рассудительности и уважение к святой библии живому слову божию как наш наставник и учитель во христе игнатий лапкина вот это мне пишут со всех сторон я же читал даже златоусты считал почему мне не трогало почему в глаза говорят мне это вплоть до архиереев это бог делает благодать божия я горит златоусты убрал считал ложи ну некогда а когда я насчитал архиерей говорит сейчас во время поста это гидеон да кукин архиепископ новосибирске потом ставропольский митрополит был я гад хожу прогулялись наушники слушаю вам вы насчитали я не знаю за пост или три что ли том прослушал он сильно благодарен был за это он научил меня и всех нас на конкретных делах и событиях нашего прошедшего и нынешнего бытия понимать как толкует святые отцы слова пророка давида который написал что он вымыслы человеческие ненавидит а закон твой люблю словом 118 113 его слова учат отделять лошадь истины которая нам дана богом святых писаниях через пророков и апостолов движимых святым духом этим же духом проникнуты все проповеди нашего учителя и духовного во христе отца игнатия тихон вечелапкина вера которого в бога всецело подтверждается его трудами по благодати святого духа он себе ничего не приписывает говоря что он кисточка в руках всевышнего бога его сосуда низкого потребления он не принимает на свой счет никакой человеческой похвалы не смотрит ни на чины ни на ранге людей президентов и епископов и когда нужно смело и мужественно их обличает их заблуждение и грехи в том числе вымыслы человеческие этим он вызывает себе глубочайшее уважение православных и инославных слушателей слово божие и сатанинскую ненависть у лютых волков с волчатами в овечьей шкуре которые пробрались словесное стадо нашего пастыря иисуса христа храни боже своих помазанников для православления имени твоего и спасение спасение погибшего человечества для небесного царствия аминь вальтина сортисон истинно так виталий калиников поддерживаю рассуждение сергей игнатова сергей игнатов мир вам мужи братья только что посмотрел видеоролик на сайте во свете библии для руководитель наших занятий по изучению библии сергей пупков ведет диалог с престарелым человеком братом во христе василием которого принял свой дом обогрел его и накормил есть пословица что в чужой монастырь со своим уставом не ходит нужно подчиняться порядку в том доме в котором тебя приняли как гостя и не показывать своего характера смирять себя и подавлять ропот тяжело василию черепанову жить не по своему произволению а по уставу принятому в доме сергея павловича сначала не пришла такая мысль а не слишком ли строго сергей павлович наседать на старика по мелочам не давая ему импровизировать при выполнении простого задания изготовлять объявление не достает ли он бедного больного старика своими дотошными вопросами правильно ли он делает правильно не совсем можно мириться неся немощи ближнего своего если искренне хочешь помочь помощь помочь кому-то жить во христе они по своей грешной самости который ведет погибели души известный случай когда некоторые люди уединяются чтобы никто не видел их сомнительных занятий здорово сказано это очень так правильно так уединялся наш заблудший брат роман малыш для других это урок как не надо поступать чтобы не навредить своей душе и не болело тело христова членами которого мы все являемся когда кто-то отпадает от его церкви то больно на душе всем нам наш сергей палыч гласно показывает опыт своего общения положительный и негативный совместной жизни человеком который прожил свою жизнь не во христе но прошедшего надежную гавань прославную крестовозвиженскую общину укрепи господи раба твоего василия и его благодетеля сергея дару и мир и согласия при строгости исполнения всех твоих повелений и заветов аминь на исповедь не ходит василий живет ну как сам себе желает они посты не соблюдают еще и сергей говорит вчера вроде бы на исповедь вас таки загнал роман фроликов аминь виталий калиников сергей гнатов опубликуйте свои рассуждения под соответствующими роликами они очень полезны для размышления и назидания в комментариях к видео на ю тубе так сергей горы еще тоже прошу об этом прям под роликами не только тут на общее занятие где вы делаете туда это все переносите это полезно сергей гнатов спаси христос украине наш президент петро запретил русские сайты для выхода на них требуются определенные программы vpn но они устанавливаются не на всех устройствах поэтому со своего телефона и не могу делать комментарий на сайте youtube да и нет в этом особо необходимости когда жив до хранить его господь наш учитель во христе лучше которого никто так горячо логично во свете библии канонов учений жития святых отцов не проповедует учение иисуса христа ну это что говорится дальше слава иисусу христу я как и тысячи других православных христиан многим обязаны гнатью тихоновичу через благовестие которого слово божие оживило мою душу и дарвало мудрость роман фроликов я тоже прошу вас сергей обойти запреты на общение в ютубе оставить там ваши комментарии сергей новиков там места бесплатного больше намного потому и закачал туда а вообще все архивы видео аудио фото тексты можно там разместить полностью бесплатно и доступность любого места в мире лишь бы интернет был сергей парализованный пишет дух противления он на этом не остановится виктору савченко надо освещать дом после каждой такой лекции и гнать и лапкина его привораживали подвесками с волхвованиями по женской линии из его рассказов а роман говорит я вот где тебя присядь волшебные подвески делали тогда и был вероятнее всего подсажен ему дух лжи и все самое лживое к нему стекается легко им принимается я не только принимается он ищет ищет буквально его другого дела никакого нету я ему сказал что на этом ты не остановишься ты должен будешь идти беспокаянно до преисподней к отцу лжи дьяволу он тут же влюбился германа стерлигова славика крошененникова в книгу зиноха и с каждым разом все глубже и мрачнее он с легкостью полагаю может даже оставить православие и вообще христианство на этой ступени пока никому еще не удавалось закрепиться далее огненная колесница подкатит как семену столбнику чтобы восхитить его закупала разума может просто свихнуться и сделаться пациентом свихнувшимся на этой идеи фикс морщиного лба без молекулы здравого смысла под черепом это я ему писал это я взял и тогда еще намного раньше да помилуйте его господь и избавит от полного умопромобращения и беснования буйного если только он не перешел еще грань за чертой холы на духа святого да главное везде выставляет не подклоняйтесь по чужое ермо роликов 7 главное а сам по чужим ермом и есть он еще к себе ни одного стиха явно стих говорит что ему к нему это он ничего себе не принимает из библии берет чтобы трясти а к себе ничего не принимает сергей парализованный пишет он сам скинул мне ссылку мерзкий дух иначе лапкин интересно что слово шар он обыгрывает на украинский язык да и самостоятельный ли это язык или коктейль из русских польских языков иных проработителей их за столетия рабства а птицы там на северном полюсе или ледяном где купол упирается во льды там полетят птицы какие птицы там мертвая зона а куда и на чем и где лететь наши воробьям и моим драгоценным голубком читает распростер а толкует на слово распластал смешно что дерево до небес он так прямо и понимает а тут одного дикого невежества никак не хватит тут нужен прямой текст змея а подлинно ли так бог сказал написано всем земном шаре 3 книга ядра 11 32 нет это неправильно и край земли тоже понимает что это рядом где-то не за бугром так ломоносов михаил васильевич свобода там сайт сейчас очень активизировались всякие люди которые хотят объединить науку с религией михаил васильевич был искренне верующий православный человек но все-таки считал что религия и наука это совершенно разные области он придерживался теории двух книг одна книга это библия цель которой указать человеку путь ко спасению а вторая это природа цель которой показать величие создателя и методы изучения того и иного предмета совершенно разные ломоносов на этот счет очень остроумно говорил неверно рассуждает математик который моральные вопросы разрешает циркулем и также не прав богослов если он верует что на псалтире можно научиться астрономии или алхимии или химии или химии 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 не алхимии как ты поставил то быстро за тобой следить надо все время вот сейчас вместо того чтобы слушаться основателя русской науки очень многие люди пытаются объединить науку и религию а это рождает только новые ереси и новую лженауку все Игнатий Лапкин и где дается сравнение как как бы малыш толкует без этого слова выбрасывает В Святой Библии встречается это слово как 3727 раз Представь себе Сколько раз ему надо обманывать самого себя Там написано как бы сравнение он берет буквально А совет Сергея прими и освети комнату святой водой где дух лжи изрыгал эту мешанину с тупостью Это когда он был у Виктора Николаевича и вы там с ним беседовали на то еще было Симон Ивасишин пишет Да Игнатий Тихонович я вас понял Просмотрел прослушал и применил предостережение в конце ролика Ваше провидение верно Вам укрепление пишу Спасибо с Христос Видно человек как будто бы не православный там все говорит Но говорит хорошо Сильно беспокоит вопрос иконопоклонения В ваших предках не было такого Почему вы приняли эту доктрину Хочется объяснения богословского а не дворняги Существуют ли богословские заключения в пользу икон Документы последних соборов на которых решалось быть иконопоклонением или нет Насколько я раскопал Нет никаких богословских заключений на этот счет Игнатий Лапкин Седьмой Вселенский собор был посвящен иконопочитанию В 787 году Настолько подробно добавить я ничего не могу Тем более иконы не идолы Тут ролик есть Зарядите иконы не идолы Игнатий Лапкин Все показано что Христос был в храме Который полный икон был И он этот храм назвал дом мой Иконы от пола до потолка Иконы изображения Икон Дальше Роман Фроликов По этому поводу давно уже были Вселенские соборы Если о них забыли То теперь как протестанты будут придумывать другую веру на конференциях Если патриарх и его епископы не покаялись Принародно в том что морочили голову людям Своими придумками против Евангелия То зачем слушать беспокаянных людей вне храмов Правильно писать беспокаянных С бояться тут без слова есть Ну вот вообще такая дурь Бес да мало ли где написано то Беспечный Ну и как безпечный Там же есть апрелянная форма Слово бес как огня бояться Не беса бояться А именно на бумаге буквы бояться Шестерки ищут Шестерка Да шестерки речи даже в Библии нету А написано У кого есть мудрость А шестерку то еще какая мудрость Что зашифровано в этой шестерке то Никакой шестерки нету совершенно Там поясняет он говорит Это мудрость сочти А что считать 666 Да нет Вот первое Ну откройте старые славянские книги Там нету 1, 2, 3 написано А, Б, В, Р, 100, С, 200, Т, 300 Вот У, 400 Ну знак по другому шел Изображение С циферки то эти Ну и вот Тогда получалось Кесарь, Нерон Там полотеный И 666 Значение букв Мария Сколько будет М Это 40 А это 1 Р 100 И 10 И А Мария А 1 Сколько будет И там находили Севиллы про эту цифру говорили Нам хватает слышать вымыслы И в храме на проповеди Я комментирую видеоконференции Где к сожалению Подвергают рецепции Правила церкви Посвященные церковному браку Оказывается О правилах церкви не забыли Но священноначалия не верит в их Богодухновенность Не забыли Но они их уничтожают Даже в описании к видео Уже заявляют о том Что правила церкви Которые всегда исполнялись Якобы могут быть пересмотрены Подвергнуты рецепции Петр Первый этим занимался Обществом Это прямое противление Воле Святого Духа Хвала ему Как у протестантов Которые к сожалению Подвергли рецепции Не только правила церкви Но и всех Святых Отцов Отвергли И тонут вымыслов человеческих Своей якобы церкви Алексий Когда Бог создал Адама Он создал ему и жену Жена является жизнью Как для мужа Так и в роде человеческом Оттого и Отец Небесный Дорвал заповедь Почитай отца твоего И мать твою Но вот это под буквами где-то Как начинает Это раз на столе Я уже знаю Тут бяка скрыта Он сейчас будет И выявляется И рожки и ножки Саида Лекс Очень мало тех Кто может оставаться безбрачьи Слава Богу За то что они есть А оставшиеся безбрачьи Часто бывают так искушаемы Что лучше бы были в браке Настоящие Избранные Говорит хорошо Но дальше вот Вот это вот настораживает И дальше сейчас проявится Говорит правильно И вот прислушались А дальше он такой огороди Что не знает куда действовать Дальше Алексий Так То что кто советует Или заповедует Есть истина Советчик или законодатель Советчик человека Законодатель Бога Доятель Жизнь всему Христос Заповедал Вступать в безбрачие Саида Наоборот Плодитесь И размножайтесь Обычно Это уходящие Или закрывающиеся Для мира Но Иисус сказал Вы соль земли Если человек Могущий Помогать Открывать Бога Другим Закрывается То для чего Они хранят Эти знания А не несет Евангелие в свет Чтобы другие Обратились И узнали о Боге Бог дал богатство Талант Приумножь его Святой Анзлатоуст Вы соль земли Если же соль потеряет силу То чем сделаешь Ее соленую Она уже ни к чему не годна Поближе маленько Наклоняйся к микрофону Разве только Выбросить ее Вон на попрайнее людям Да Дав ученикам Приличное наставление Господь снова Подкрепляет их Похвалами Так как Заповеди были Высоки И труднее Ветхозаветных То чтобы Ученики Не поколебались Не пришли В усмятение И не сказали Как мы можем Их исполнять Слушая Что сказал Господь Вы есть соль земли Показывая Этими словами Что Он По необходимости Дает такие заповеди Учение Которое вам Поручается Говорит Христос Должно относиться Не к одной только Вашей жизни Но и ко всей вселенной Я посылаю вас Не два Не в десять Не в двадцать городов Посылаю Не к одному народу Как некогда Пророков Но на сушу И море Во всю вселенную Притом Преисполненную Зла Словами Вы есть соль земли Христос показал Что все человечество Помрачилось И повредилось От грехов Потому И он и требует Учеников Таких добродетелей Которые были Особенно необходимы И полезны К исправлению других В самом деле Кто кроток Тих Милостив И праведен Тот не для себя Только одного Творит добрые дела Но старается Эти благие источники Добра излить И на пользу других Так же И чистый Сердцем И миролюбивый И гонимый За истину Живет Для блага общего И так Не думайте Говорит Христос Что вам предстоят Легкие подвиги Не думайте Что слова мои Вы есть соль земли Маловажны Что же Неужели они В самом деле Исправили то Что уже испортилось Нет Так как солью Нельзя помочь тому Что уже испортилось Они этого и не делали А осоляли Уже прежде Исправленное Им переданное И освобожденное От зловония Содержа И сохраняя В том самом Обновлении В каком Приняли от Господа Освободить От зловония Греховного Было дело Христа Апостолы же Должны были Трудиться И заботиться О том Чтобы исправленное Опять Не пришло В первое Своё состояние А замечаешь ли Как Христос Мало-помалу Возвышает Учеников Перед самим Пророками Он называет Их учителями Не одной Палестины Но целой вселенной И не просто Учителями Но еще Учителями Страшными И это удивительно Что ученики Не лестью И не угождением Но сдерживающим Наподобие Соли Действия Для всех Сделались Достолебезными Итак Не дивитесь Говорит Христос Если я Оставив Других Беседую с вами И подвергаю вас Столиким Опасностям Рассудите Столько Скольким Городам Народам И языкам Я хочу Послать вас Наставники Потому Я и хочу Чтобы вы Не только Сами были Благоразумны Но и других И делали Такими Быть Благоразумными Особенно Нужно Тем От которых Зависит Спасение Других И столько Нужно Им Иметь Себе Добродетели Чтобы Можно Было Уделять Ее В пользу Других Если Вы Не будете Такими То И сами Не спасетесь Златоус Цитирует Итак Не огорчайтесь Если Слова Мои Кажутся Вам Тяжкими Через Вас И Другие Заблудившие Могут Образумиться А если Вы Утратите Свою Силу То Погубите Собой И Других Поэтому Чем Важнее Возложены На вас Обязанности Тем Более Вы Должны Иметь Ревности Потому И Говорит Христос Если Соль Потеряет Силу То Чем Сделать Ее Соленой Она Уже Ни К чему Не Годно Как Разве Выбросить Ее Вон На Попрание Людям Другие Если И Много Раз Согрешат Все Таки Могут Быть Прощены Но Учитель Если Согрешит Не Может Ничем Извинить Себя И Должен Понести Токчайшее Наказание Чтобы Ученики Слыша Слова Когда Будут Поносить Вас Игнать И Всячески Неправедно Злословить Матфей 5 11 Не Устрашились Всенародно Проповедовать Христос Говорит Что Если Вы Не Решаетесь На Это Дело То Напрасно И Избраны Но Злословие Надо Бояться Не Злословие Надо Бояться Но Того Чтобы Не Представить Из Себя Лицемеров В Таком Случе Вы Покажете Себя Неразумными И Достойными Презрения Если Вы Будете Строги В Обращении И За Это Подвернетесь Злословие Радуйтесь Таково Именно Свойство Соли Что Она Едкостью Остроты Своей Неприятна На Вкус Людей Сластолюбивых Злословие Следовательно Необходимо Будет Преследовать Вас Но Нисколько Не Повредит Вам Напротив Будет Свидетельствовать О Вашей Твердости Если Вы Устрашать Злословие Оставите Подобающую Вам Твердость То Подвернетесь Тягчайшим Бедствиям Вас Все Будут И Злословить И презирать Это Самое То И Значит Попираемое Роман Фроликов Плодитесь И размножайтесь Сказано Ною И его Сыновьям Тогда Когда Никого Кроме Них На земле Не было А теперь Апостол Христов Сказал Что Лучше Не Жениться Потому Что В женитьбе Больше Скорби Чем Безбрач И наполняйте Землю А сегодня Куда Наполнять А когда Ну Там Пять миллиардов Лишних едоков Посчитали Уже Золотой Миллиард Остается А их Восемь человек Было Ничего Не понимают Через край Льется 120 миллионов Абортов Сделали За перестройку В одной России Продолжает Это Вы так Думаете А апостол Так Не думает Проще Оставаться Без жены Меньше Скорбей Чем С женой Роман Фроликов Он лучше всех Отвещает Саида Один Сильный Водимый Духом Святым Может И 30 лет Оставаться Только с Богом И не реагировать На искушение А второй И 80 Не может быть Один Много Званых Но мало Избранных Роман Вот именно Апостол Говорит Что в браке Больше Искушений Алексий Апостол Павел Не истина Не евангелие Если так Здраво Посмотреть По православному О как Роман Фроликов Если так Здраво Посмотреть По православному Тогда Вы богохульник Вы богохульник 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 Правильно Так его Успокойтесь Братья Пишет Саида Лекс Библия Основа Основ В Библии Говорится Что лучше Одному Так как В браке Больше Искушений Лучше Скажите Почему Он посылал Учеников По двое И по трое Как Объясните Алексий В Евангелии Я не читаю Про Павла И его послания Их четыре Всего Канонизировано Православной Церковью Алексей А можно Пожалуйста Обсуждать В кротости Отсутствие Смирения О как Между строчками Вот показывает Рассуждает Как сектант Абсолютный Здесь Люди Ищут Истину В смирении И кротости Услышат Рассуждение Объяснение Понять Обсудить Разные точки зрения Солнце Да не зайдет Во гневе Вашем Простите Если Кого Обидела Эта женщина Чем-то Алексий Смирение Есть суть Жизни Православного Человека Простите Я не гневаюсь Нет Ифтушенко Сергей Алексий Роман Фроликов Мой комментарий К телепередаче На которой был диалог Священника С атеистом Владимиром Владимировичем КВ Цитата Владимир Владимир Владимирович Своими вопросами Призывает К покаянии В первую очередь Тех Кто говорит Проповедь о любви Любви То в них Самих нет Не идут Во все народы На благовестие Поэтому И изменений Нет в обществе Люди Не знают Христа Евангельского Слава ему Да Они слышали И читали О Христе Хвала ему Но не по Евангелии А по Вымыслам Человеческим Значит Наша задача Была на этой Передаче Покаяться В том Что мы не шли К арабам До Магомета Поэтому Они не знают Христа Евангелия Благодарение Сыну Божьему Распятому И ожившему Из мертвых Стали Мусульманами И разгромили Византию И второй Рим Константинополь Второй Да Это роман Пишет все Смотри Как много Хорошего пишет Византия Константинополь Это одно и то же Уничтожили Египетские Монашеские Республики По той же причине Без благовестия Монахов Египта Среди арабов До Магомета Надо было покаяться В том Что не шли в народы Российской империи Со словом Божьим И претерпели наказание Советской властью И сейчас На передаче Кто вам сказал Что Владимир Владимирович Знает о Иисусе Христе Во свете Библии Вот ты говоришь Много Ну много И просчитали Теперь как Нужно коснуться Тут заходит Вот один Сегодня зашел Что он такой Вот это вот Говорит Это надо будет еще Тебе показать Не знаю даже Куда деваться с ним Это наши ресурсы Это вот мой мир Вот тут просится Моя самая любимая Моя система Здесь Вот И Есть у нас Православный форум 1600 тем Ну и конечно Вот сегодня Будем это отмечать Наш Православный Видеоканал Вот я вам сейчас Покажу Как он выглядит Много времени Тут ушло Вот оно где Даже вот этот Зашел Наблюдает за моими Питами Три минуты Неполные И то Посетил Уже Сто двадцать У нас Это большие цифры Считаются До сто доходит Это уже цифра Ну и вот Настроить Показать Канал Как это Тут не так он выглядит Когда по полной Вот он как выглядит Запомните здесь Ну и здесь На сегодняшний день Сколько у нас подписчиков 13 тысяч Шестьсот Семьдесят пять И 13 миллионов Семьдесят две тысячи Семьсот Семьдесят семь Семьдесят семь Просмотров Девять тысяч Шестьсот с лишним Видеороликов Вот примерная Статистика На сегодняшний день Вот здесь мы Показываем ее Ну и Как родоначальник Многого здесь Это православный Библейский сайт Во свете Библии Ну тут В скайпе Мы работаем Работаем Именно работаем Вот я сегодня Встал Второй час был Ну и конечно Нет Сергей парализованный Что он тут Митрополит Екатеринбургский Лещит Показать Вот он сейчас Сергей парализованный Спасибо Христос Ну-ка давай посмотрим Что нам Сергей парализованный Скинул Так Митрополит Екатеринбургский Кирилл Говорит Крещение совершать Только полным погружением 2016 год Только статья Митрополит Екатеринбургский Верхотургский Кирилл Направил Духовест Не будет этого Не будет И он знает Кирилл Что не будет этого Их написано Не направлять А извергать 50 правило Где он взял Что направлять Другое место Да никто не пойдет Он же Лукавит Дальше Вводится новый порядок Проектирования И сооружения Крещальных купелей В храмах Екатеринбургской Епархии Теперь они Изготовили При изготовлении Купели Клирики Епархии Обязаны Предварительно Предоставить Эскиз Купели На утверждение Правящему Архиерею При этом Подчеркивается В письме Купели Должны Предусматривать Утилизацию воды В соответствии С правилами Церкви Это означает Что при проектировании И оборудовании Новой купели Должно быть Предусмотрен Слив воды В непопираемое место Как будто бы Все Вот она Циркулярное Письмо Но этого не будет Повторяю Не будет И нигде не было И не будет Сделали Построили Купель И закрыли Ее Мраморными плитами Все Дальше не идет А зачем Так равно Признать Все мощения Недействительными Обман был Вот тогда Будет дело И этих попов Извергать Хотя бы С десяток Извергли Другие Думали Что дальше делать Ну вот На сегодня Я думаю Все Воскресный день Идти уже в храм С Богом Благодарю Никите Вот он Отец У нас Никита Андреевич Вот он Самый Видите Какие уже У нас изменения Как Никита Приехал А вначале Тороптали Говорили И против Были А на самом деле Покажи мне Так нет Да Вот я немножко Скажу Вот коснулась Сейчас Романа Я сегодня Сделаю так Что когда Общее будет Поближе Наклонись Чем тянуть Туда Вот И На два Снимать Чтобы один Снимает Общее Собрание А другой Отдельно По тематике Я скажу Чтобы отрывать Где-то Ты будешь Где-то Поближе Садись Сегодня Чтобы я Тебе мог Передать Володя Володя Снимает Одно Допустим О Романе Режь зайдет Это отдельным Роликом Сделать Вот все Пока Выключай